Папа, ну почему я всегда остаюсь у бабушки? Потому что мы с мамой занятые люди. Мы часто уезжаем по важным делам. Знаете, как мне нелегко приходится у неё? Тут я постоянно попадаю в какие-то ужасные приключения. Так и до старости, глядишь, не дотяну. Поверь, Балди, там, куда я сейчас еду, тоже не весело. Ты просто не знаешь, что происходит здесь, когда вас нет. Я прошу вас хоть раз в жизни, возьмите меня с собой. Мама вообще едет на девичник, с ней нельзя, а со мной тебе будет скучно. Ну так что, вы оставляете внука у меня? Чего так долго думаете? Ну пожалуйста, я умоляю тебе, папа, возьми меня с собой. Я обещаю, что не буду скучать. Ладно, но если тебе не понравится, то... Понравится, обязательно понравится. Прости, бабушка, но я в этот раз не останусь у тебя. Ты об этом ещё пожалеешь, Балди. Куда мы едем, папа? Ты же знаешь, что я сейчас работаю в школе. Так вот, наш директор позвонил и попросил приехать в заброшенную школу. Тех, кому он особо доверяет. Меня и ещё одну учительницу. Мы должны ему помочь с одним важным делом. Понятно. Ты не переживай, я вам не помешаю. Буду сидеть тише воды ниже травы. Надеюсь, сынок, что так и будет. Не хотелось бы расстраивать директора. Папа, тормози! Дерево! Поваленное дерево перекрыло дорогу. Нужно выйти и убрать его. А вдруг это лесные разбойники специально повалили его? Так и ждут, что мы выйдем из машины и схватят нас. Что за вздор? Откуда тут разбойники? Ну, в кино так часто бывает. Сынок, а мы же не в кино. Идём, поможешь. Скорее всего, дерево само упало. Такое бывает после сильного ветра. Смотри, папа. Дерево идёт. Дерево! Кажется, это не дерево, это монстр. Прячься, Балди! Вот это съездил с папой, называется. Балди, куда ты? Прячься в лесу! Ну, вот я и добегался. А ведь папа говорил прятаться в лесу. Как глупо было бежать прямо по дороге. Ведь я был у него как на ладони. Ну, что ж уж теперь поделаешь, если мозгов нету. Странно. Почему это чудовище меня ещё не растерзало? Кажется, пришли. И похоже, это его логово. Сделано из поваленных деревьев. Ого, какое высокое дерево! Зачем оно меня посадило в дупло? Это теперь моя тюрьма или дом? Эй, чудовище! Раз ты меня не съела, значит, не желаешь мне зла? В таком случае, ответь мне, зачем ты меня сюда приволокло? Чего ты хочешь от меня? Ничего не понятно. Ты что, не умеешь говорить? Похоже, не умеет. Или весь этот шум что-то означает, и его можно расшифровать, но я его не понимаю. А как зовут-то тебя? Что? Как? Это какой-то несвязанный набор радиошума. Всё равно, что с испорченным радио разговаривать. Ну, тогда я буду называть тебя Гигантер. Ты ведь огромный, как гигант. Гигантер! Чего ты хочешь от меня? Бесполезно общаться с ним. Тупой Гигантер. Ладно. Нужно осмотреться. И оценить обстановку. Он меня не съел. Я цел и невредим. Это плюс Гигантеру. Значит, он не так опасен, как я сначала подумал. Хотя, возможно, он просто ещё не голоден. И оставил меня на потом. В таком случае, мне необходимо поскорее разработать план побега. Ого, как тут высоко. Не вижу никаких веток, чтобы можно было по ним спуститься. По времени пока со спуском. Оценю обстановочку изнутри. Кровать маленького размера. Явно не для взрослых. Игрушки. Похоже, что до меня тут уже были дети. А-а-а! Похоже, Гигантер проголодался. Теперь моя песенка спета. Прощай, земля! Запомни меня молодым! Мускулистым и кучерявым! Я должен был стать богатым и успешным! Остал ужином для Гигантера! Ну, давай, глотай меня! Глотай меня полностью! Только бы не стал откусывать по кусочку, как шоколадного зайца! Что? Обнимашки? Похоже, он играет мне колыбельную! он хочет чтобы я спал наивно полагать что я сейчас засну меня всего трясет от пережитого чуть штаны не наделал от страха такой стресс такой стресс странное чудовище другой бы на его месте уже давно съел а этот наверное любит сначала поиграть а может гигантер не собирается меня есть может он хочет уложить меня спать в ту кроватку тогда нужно притвориться спящим и он от меня отстанет как спать хочется засыпаю полежу какое-то время чтобы он убедился в том что я сплю кажется я усыпил его бдительность и он до утра меня не станет трогать если тут есть детские игрушки и кроватка значит тут по-любому уже были похищенные до меня а раз их тут сейчас нет значит он их съел логично логично раз он их съел значит и меня рано или поздно съест не стоит надеяться на то что он поиграется и бросит нужно бежать отсюда монстр куда-то ушел а вдруг он сейчас начнет ловить моего папу ведь тот остался на дороге ищет меня переживает нужно продумать план побега так вниз по дереву мне не спуститься потому что не за что зацепиться можно сделать веревку из простыней и одеяла как в кино но как сказал папа мы живем не в кино и длины веревки скорее всего не хватит до земли либо она развяжется я упаду и сломаю себе ноги что же делать соорудить летательный аппарат из кровати и одеяла ну да размечтался это уже за грани фантастики что это там ого да тут дырище трещина в стволе что ли сразу и не заметил может попробовать туда залезть да она глубокая нужно проверить куда она ведет кажется я застрял вот сейчас гигантер придет увидеть что я хотел его обмануть избежать разозлиться и откусит мне голову нет уж лучше поднапрячь и высвободиться получилось все-таки хочется еще пожить хоть немножко ну и ну значит это тайный выход из дупла может гигантер не ел своих жертв если они все от него сбегали а может он и вовсе не так плохо как я про него подумал в любом случае нужно уносить отсюда ноги пока не поздно все-таки тут не дом отдыха что это похоже на какое-то захоронение может тут захоронен маленький монстр может это его сын был хотя навряд ли у такого чудовища могут быть дети даже не представляю себе это гигантер идет нужно уходить отсюда по-тихому буду на этот раз спрятаться за деревья если что что это не то что а а а а а а а Звук сирены. Кажется, монстр заметил, что я сбежал. Скорее всего, сейчас начнет преследовать меня. Отец ехал в заброшенную школу. Там его ждут. Но где эта школа, я не знаю. Значит, нужно идти к тому месту, где мы расстались. Так он меня учил. Ух, как разозлился гигантер. Бесится, наверное. Кажется, сюда бежит. Пронесло. Не заметил. Он направился как раз туда, куда я и собирался. Да что же такое? Не прошло и пяти минут. Уже назад бежит. Разбегался тут по лесу, понимаешь ли. Как лось. Кажется, машина наша стоит. Папа. 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 Храм я голову и уносил отсюда ноги. Ты можешь отвезти нас к тому дереву, где по твоим словам у него находится логово? Могу. Но если оно нападет на нас, что мне делать? Будете с папой прятаться у меня за спиной. Вот против этого прибора сиреноголовый не попрет, так как уже хорошо знаком с ним. Уже я-то теперь не промажу. Идем. Вот это дерево. Сиреноголового поблизости кажется нет. Вот в то дупло он меня засунул. А я сбежал через глубокое отверстие в полу, которое вело в самый низ. Все сходится. А что именно? Кроме тебя, у этого чудовища побывало много учеников из соседней школы. Этот сиреноголовый, понимаешь ли, очень любит похищать детей. Но все они сбегали от него, так же, как и ты. В итоге школу закрыли много лет назад. А теперь вот меня пригласили, чтобы я помог поймать это чудовище. Кажется, сиреноголовый возвращается. Устроим ему засаду. Прячьтесь за дерево. Пусть только подойдет поближе. Уже я не промажу. Балди, будь здоров. Да тихо вы. Спасибо, папа. Вы что, издеваетесь? Правила хорошего тона требуют, когда кто-то чихнул, пожелать здоровья, а в ответ получить слова благодарности. Ну вот, молодцы. Вы его успугнули. И он теперь сюда в ближайшее время не придет. Я пожалую снова с директору. Он будет вами крайне недоволен. Пожалуйста, не нужно. Он меня уволит. Я больше не буду. Конечно, не будете. Вас же уволят. Перестаньте угрожать моему папе. В конце концов, это благодаря нам. Вы теперь знаете, где обитает Сиреноголовый. Ладно. Я изготовлю ловушку. И размещу ее в логове монстра. Возможно, это самый лучший способ поймать его. Пора возвращаться в школу. Жаль, что эту школу забросили. В хорошем месте она расположена. Среди девственной природы. На свежем воздухе. Что еще нужно для учебы? Если бы пригласили меня раньше, я бы разобрался с этим Сиреноголовым. И его семейством. Не пришлось бы закрывать школу. У Сиреноголового есть семья? Забудь, мальчик. Я оговорился. У такого чудовища не может быть семьи. Вы приехали. Ну что? Как охота. Поймали Сирену. Мы его упустили. Как это? Я вам за что плачу? Вы уже три месяца за ним охотитесь и каждый раз вы его упускаете. А жалование это требуете. Я вам расскажу позже. Только не при ребенке. Не понимаю, зачем вы взяли с собой сына? Я разве просил брать с собой детей? Но он так просился. Я просто не мог ему отказать. У нас тут очень деликатное дело. И посторонние уши нам ни к чему. Я полагался на вас, как на ответственного педагога. Вы ходите по острию ножа. Простите, сэр, директор. Я больше не буду. Отведите мальчика в комнату отдыха. И присоединяйтесь на совещание. Вот это комната для вашего сына. Мальчик, отдыхай и набирайся сил. У тебя, наверное, стресс. После того, как ты побывал в плену у этого ужасного чудовища. Я не устал. А можно мне с вами? Нет. Даже не вздумай. У нас очень серьезные дела. Ты нам будешь мешать. И не ходи по школе. Тут бегают огромные крысы. Размером с собаку. Еще съедят тебя. Скучно сидеть в комнате и не выходить. Если заскучаешь, и напротив есть библиотека. Но ни в коем случае не спускайся вниз в спортзал. Иначе директор будет очень недоволен. И твоего папу уволят. Из-за тебя. Балди, пожалуйста, не подведи меня. Будь хорошим мальчиком. Хорошо. Я зайду в библиотеку. Пойду почитаю. Говорят, книги развивают мышление и воображение. Какая-то записка лежит. Интересно, а чтение записок развивает мышление и воображение? Так, что тут у нас? Ну, вот и все. Нашу школу закрыли. Я остался последним. Меня должна была забрать бабушка, но она еще не приехала. Сижу, грущу. Вспоминаю, как весело тут было. Особенно, когда у нас в лесу живет Сиреноголовый и его друг Фонареголовый. Хотя некоторые ребята считают его подругой. Но я не уверен. Мне кажется, эти существа бесполые. Что? Еще один? Мы с ребятами часто спорили, кто пойдет следующим в лес, чтобы Сиреноголовый поймал и забрал к себе в логово. Там, в дупле из полинского дерева, есть кровать, на которой мы могли выспаться и отдохнуть от уроков. Сиреноголовый приносил нам откуда-то игрушки, а Фонареголовый нежно качал нас на руках под колыбельную Сиреноголового. Мы и жалели этих несчастных монстров, ведь мы сами все сирыты. А у Сиреноголового и Фонареголового раньше был маленький монстрик, и он погиб. Им просто хотелось о ком-то заботиться. Проголодавшись, мы убегали из дупла, через специальный лаз. И так продолжалось до тех пор, пока попечительский совет нашей школы не решил ее закрыть. Из-за якобы опасных монстров. Никто даже не стал разбираться, что ни один ребенок не пострадал в итоге. Так значит, Сиреноголовый не опасен. И у него есть друг или подруга. Нужно поскорее сообщить об этом ученому, чтобы он не устанавливал свою ловушку в логове Сиреноголового. Он что-то говорил про спортзал. Наверное, они там. Думаю, что они не станут злиться на папу, если я приду и расскажу хорошие новости. Гигантор? Нет, это Фонареголовый. Но что здесь происходит? Кажется, кто-то идет. По-моему, они не будут рады, если увидят меня тут. Лучше спрятаться. А вот, собственно, то, для чего я вас пригласил в эту школу. Это чудовище, о котором я только что рассказывал. Ужас, какое отвратительное. Я думала, вы шутите, сэр-директор. Но оказывается, оно существует. Мы с сыном уже видели похожее чудовище в лесу. У них бывают разные мутации. Но мне нужно заполучить именно того, у которого громкоговорители вместо головы. И его называют Сиреноголовым. А у этого, как видите, фонарь. Но я не понимаю, зачем вы нас позвали сюда? И для чего вам эти монстры? Я вас позвал, так как из всех учителей в школе доверяю больше всего вам двоим. Мне нужны помощники в очень секретном деле. Я собираюсь поймать Сиреноголового. И перевести его на территорию нашей школы. В этом нам помогают уважаемые ученые. С их удивительным прибором. Но зачем? Его нужно уничтожить, а не везти к нам. Вы прекрасно знаете нашу проблему. Ученики избегают занятий. И прогуливают уроки в лесу. Я намерен положить этому конец. Если у нас в лесу будет жить такой монстр, то никто из них туда носа не сунет. Но ведь он может уйти и в другие места. Не уйдет. Пока у нас в плену будет фонарь-головый. Мы будем контролировать Сиреноголового и повелевать им. Понимаете ли, у них что-то вроде семьи образовалось. И они очень привязались друг к другу. К сожалению, нашим уважаемым ученым не удалось пока поймать Сирену. Но зато они схватили и связали это чудовище. Теперь монстр постоянно крутится поблизости. И у нас больше шансов его изловить. А когда поймаем, нам понадобится ваша помощь. Какая? Связать и погрузить его на машину. Вы не представляете, как мы намучились с этим фонарем. Он такой тяжелый. Но мы ведь не грузчики. А я вообще девушка. Вас это не смущает? К сожалению, я не могу заказать грузчиков. Так как все узнают об этом секретном деле. Разразится скандал. А вы, мисс Стив, вполне крепкая дама. Должен вам сказать. Неужели? Да на вас пахать можно. Спасибо за комплимент. Так, и что у нас там по плану? Сейчас я подготовлю ловушку и установлю ее в логове Сиреноголового. Ну а затем понадобится помощь всей команды. Ну тогда за работу. И кстати, проследите, чтобы ваш сын не выходил все это время из комнаты отдыха. Мальчишка не должен знать о наших планах. Дело чрезвычайно секретное. Слушаю, сэр директор. Сейчас пойду проверю, что он там делает. Балди, ты в комнате? Сынок, ты спишь что ли? Да, папа. Я тут пытаюсь поспать. Прости, сынок, что я тебя разбудил. Директор интересовался, как у тебя дела. У меня все нормально. Ну и что вы там решили с Сиреноголовым? Будете его ловить? Меня просили не рассказывать об этом деле. Да и зачем тебе думать об этих ужасных монстрах? Ты лучше поспи и посмотри хороший сон. Потом почитай книжку, какие-нибудь сказочки, например. А мы тем временем закончим с нашим делом и тогда сможем отправиться домой. Хотя бы ответь мне на один вопрос. Если Сиреноголовый окажется безобидным, ты хотел бы, чтобы его оставили в покое? Наверное, да. Мне вообще не нравится вся эта затея с приездом в заброшенную школу. Я так жалею, что взял тебя сюда. И ты стал невольным свидетелем таких ужасных приключений. Надеюсь, скоро все это закончится и мы вернемся домой. Отдыхай. Кто-то шумит. Сиреноголовый? Он уже тут? Нужно предупредить его об опасности. Фотокарточка валяется. Да это же Сиреноголовый с фонареголовым. На обратной стороне написано. На память. Привет, гигантер. Ты меня не тронешь? Помнишь меня? Я твой друг. Не нужно шуметь. Это опасно для тебя. Ты вообще меня понимаешь? Я пришел предупредить. Не возвращайся в свое логово. Там скоро установят ловушку и тебя поймают. Ты лучше сюда не ходи. Ты туда ходи. А то ученый в голову попадет из своей пушки. Совсем больно будет. Ну что же ты непонятливый такой, гигантер? Уходи по добру, по здорову. Брысь отсюда. А может ты не уходишь, потому что твой друг в плену? Вот. Посмотри сюда. На этой картинке ты и твой друг фонареголовый. Моя. 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 Похоже это действительно твоя подруга. Раз ты так расчувствовался. Моя. Дай сюда фотокарточку. Я тебе расскажу кое-что. Вот это фонареголовая. Видишь? Моя. Она сейчас находится в этой школе. В спортзале. Ее связали и держат как заложника. Чтобы поймать тебя. Послушай. Я хочу помочь тебе. Давай спасем ее из плена. И вы уйдете из этого леса подальше отсюда. Давай. Так ты все-таки умеешь подбирать нужные слова, когда захочешь. Значит сделаем так, гигантер. Я сейчас пойду в школу. Ты остаешься тут. И начинаешь шуметь как можно громче. Чтобы привлечь внимание ученых, директора и его помощников. Постарайся сделать так, чтобы они вышли из школы. А я тем временем проберусь в спортзал и перережу веревки, которыми связана фонареголовая. А затем вы сбежите отсюда. В более безопасное место. Давай. Вот и хорошо. Договорились. И будь осторожен. У ученого человека в белом халате есть прибор, который может причинить тебе вред. Белый человек убивает. Тогда я пошел. А ты начинаешь шуметь. Только когда я буду уже в школе. Вон в том окне. Я подам тебе знак. Понял? Понял. Ну гигантер. Давай. Вы слышите? Сиреноголовый пришел. Идите и поймайте его. Но мне сложно в него попасть. Он достаточно быстрый. И успевает увернуться каждый раз. Он не глупый. Близко не подходит. Знает, что у меня опасное для него. Постоянно убегает. Как только я начинаю в него стрелять. Попытка не пытка. Идите и стрельните еще разок. Вдруг попадете на этот раз. В лампу голового попали ведь? Фонареголовый попался. Потому что они тогда не ожидали опасности. Дайте прибор мне. Я сам пойду и выстрелю. И за что я вам только плачу. Если неправильно переключить прибор. Вы можете убить сиреноголового. А он вам нужен живым. Черт. Ну сделайте же что-нибудь. Я уже делаю. Мы ведь договорились. Что я сделаю ловушку и становлю в его логове. Вот тогда он точно попадется. И не придется за ним бегать. Что же никто не выходит? Странно. Шуми давай. Гигантер не подходи слишком близко. Тебя могут достать из прибора. Вы слышите? Он уже у самой школы. Немедленно идите и выстрелите в него. Он сам пришел к нам в руки. Нельзя упускать такую возможность. Видно совсем соскучился по своему другу. Идем. А нам что делать? Сэр директор. А вы оставайтесь тут. Мы вас позовем, когда все будет кончено. Поможете погрузить сиреноголового и лампоголового на грузовик. Тогда считайте приличная денежная премия вам обеспечена. Слышите? Как он зовет нас? Не будем же заставлять себя ждать. Ну вот они и вышли. Убегай, сиреноголовый. Ты слишком близко подошел. Стреляйте. Что он делает? Поиграть с нами задумал. Жить надоело, да? Пора действовать. О нет. Папа с мести не ушли. Что они тут забыли? Будь моя воля, я бы уничтожила это мерзкое чудовище. Не знаю. Ведь как рассказывал директор, эти монстры никому вреда не делали. Дети от них убегали, когда хотели. Ни один ученик не пострадал в итоге. Именно потому, что они не опасны, и директоры собираются привезти их в лес нашей школы, чтобы просто запугивать наших учеников. Вы думаете, это этично, пугать такими чудовищами детвору? Я сама с учениками разберусь, своими методами, если нужно. Как по мне, лучше уничтожить сиреноголового. С его подругой и дело с концом. А вы считаете это человечно? Ведь, возможно, они любят друг друга. Только представьте себе, у них была семья. Совсем как у нас, у людей. Их маленький монстрик погиб. Им не хватало заботы о малыше. Я думаю, они страдали. По-моему, лучше было бы оставить их в покое. Я услышал тебя, папа. Крысы! Крысы бегут! Крысы? Какие еще крысы? Ученый сказал, что тут водятся крысы. Размером с собаку. Знаете, у меня хроническая нелюбовь к крысам. Размером с собаку. Давайте уйдем отсюда. Идемте. Я знаю, более безопасное место. Сработало. Ну вот, теперь осталось развязать веревки. Вставай, фонариголовая. Ты свободна. Ну же. Чего ты не встаешь? У тебя нет сил? Пожалуйста, поторопись. У нас совсем мало времени. Сиреноголовый в опасности. Он отвлекает ученых и директора. Ты должна бежать в лес. Там вы встретитесь вместе и уйдете отсюда. Ну вот. Другое дело. Идем за мной. Нужно выйти незаметно, чтобы не попасть на глаза плохим людям. Ну вы и растяпа. Он был почти у нас в руках. А вы упустили его. Но вы же видели, какой он вертлявый. Сложно в него попасть. Я почти весь заряд использовал. Вы просто косой. Я не косой. Я раскосый. Так мама говорила. Вас мама обманывала. Вы косой. Может я попробую? Лучше не стоит. Ты уже пробовал. Я коротышкам не доверяю. Дайте сюда прибор. Я сам буду стрелять. И уж точно не промахнусь. Тут нужно переключать режимы. Сам разберусь. Смотрите, как нужно вести охоту. Ну, сначала нужно взять след. И тихо. Незаметно подкрасться к чудовищу. Вон сиреноголовый. Ему удалось невредимому уйти от ученых. Гигантер, мы тут. Вот радость-то какая. Теперь вы снова вместе. Спасибо, друг. Вам нужно уходить из этого леса. Иначе они вас поймают. Они от вас не отстанут. Директор. Осторожно, у него прибор. Убегайте отсюда. Ах ты, маленький предатель. Это ты освободил лампу головую. Ну, сейчас я вам. Ага. Не нравится? Вы неправильно включили прибор. Вы его так убьете. Вы ранили его. Лампа головая, стой. Она бежит на меня. И что делать? Я не знаю, как его переключить. Псюш. Псюш. Нет. Он попал в нее. Моя. Вы растратили весь заряд. Он ползет к нам. Уходим в школу. Нужно зарядить аккумулятор. Все было напрасно. Они погубили фонарь головую. И тебя ранили. Так, что ты не можешь уйти отсюда. Что же теперь делать? Я понимаю, как тебе больно. Ты потерял свою любимую подругу. Но если они вернутся, то и с тобой покончат. Тебе нужно уходить отсюда. Или уползать как-нибудь. Не жить без моя. Нет. Ты будешь жить. Я сейчас вернусь. Попытаюсь выкрасть этот прибор. Тогда они не смогут тебя добить. Что же теперь делать? Я ранил его, и он не сможет ходить. Не сможет пугать моих нерадивых учеников. Еще не все потеряно. Его можно вылечить. Как? Таблетками? Мазями? Вы не захотели послушать меня тогда? А я ведь хотел вам рассказать. У этого прибора есть три режима. Синий. Усыпление. Усыпление. Красный. Разрушение. И зеленый. Регенерация тканей. Вы зачем-то включили красный. Я думал, это самый мощный режим. Чтобы наверняка его усыпить. А вот и нет. Мы, правда, и сами как-то оплошали с этим. Когда нас в первый раз пригласили в эту школу, мой коллега тоже по ошибке включил красный режим. Ну и не стало их малыша. Вот с тех пор сиреноголовый стал таскать учеников к себе в логово. Именно поэтому я доверяю только своим рукам. Значит, мы можем спасти сиреноголового? Да. Нужно только зарядить аккумулятор на приборе. Хорошо. Пусть заряжается. Нужно найти моих коллег, которые допустили, что мальчишка освободил лампоголовую. Или, может, они помогли ему? Если бы она не смешала, то не стало бы мне угрозой. Я бы просто ранил сиреноголового. Мы бы его усыпили, подлечили, и дело было бы сделано. Где они? Теперь все понятно. Сейчас только напишу папе записку. И пойду лечить сиреноголового. Главное не попасть директору в руки. Папа, прости, что из-за меня тебя, скорее всего, уволят. Директор знает, что я освободил лампоголовую. Я ухожу сиреноголовым. Он теперь мой друг. Отведу его в место, где ему не будет грозить опасность. А потом вернусь к бабушке. Так что не переживай за меня. Пока. Удачи тебе с поиском новой работы. Оставлю тут. Надеюсь, он увидит мою записку. Вроде прибор немного зарядился. Опасно дожидаться полной зарядки. Они могут вернуться. Я уже тут, гигантер. Держись. Сейчас я тебя вылечу. Не бойся. Если переключить прибор в нужный режим, то он должен вылечить тебя. Не жить без моя. Слушай, сделаем так. Если получится вылечить тебя, то я попытаюсь вылечить лампоголовую. Давай? Давай. Ну вот. Ты уже можешь ходить. Теперь попробуем проделать то же самое с твоей подругой. Уже почти весь заряд закончился. Все. Заряда больше нет. Мне очень жаль, что ничего не получилось. Давай я отведу тебя в безопасное место, где тебя никто не тронет. Не жить без моя. Посмотри. Она жива. Моя. Как романтично. Что? Вы уволены? Нет. Это я сам увольняюсь. Вот увидите. Там вам будет хорошо. В лесу, где живет моя бабушка, есть огромная пещера в горе. Это место знаю только я. Там вы будете спокойно жить. А чтобы вам не было грустно, я буду навещать вас вместе со своими друзьями. Ты друг? Да. Теперь мы друзья. Хорпик ждет, Хорпик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, память доставил. Хорпик ждет, Хорпик ждет, давай не ленись, подпишись. Хорпик ждет, Хорпик ждет, да, yes, о да, детка. Хорпик ждет, да, да, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok